Эта история совершенно замечает. Очень много лет назад, когда я был, пожалуй, моложе, чем вы, ну и такой же, не старший точно. Я прочитал в журнале «Квант» задачу о влахе, прыгающей под двум прямыми. И я тогда ее не понял. Елите совершенно замечание человека, говорящего о сирии. М190. 190-я задача, задачника «Кванта». Задача «Кванта» сейчас уже зашел, не могу, за 2000. С 1970-го года издается «Квант», в каждом номере по пять задач. Ну, там было время, когда, например, было чуть меньше, но не важно. Важно, что это действительно самые-самые такие замечательные задачи. Представьте себе, что у вас есть цирк, в котором мы не будем менять основу. Вот один раз мы его, ну, это шанс, да, или просто один раз поставили, и можно как-то поменять. И две прямые. Что мы в таком случае, очевидно, можем делать? А все пять? Нет. Вот неизвестный ум. Ставим точку и проводим окружность. Она пересечет прямую, либо в нуле точек, тогда ничего дальше делать не будем, ну, там, ничего не получилось. Либо в одной точке, я потом скажу, что делать в таком случае. Вот давайте для начала нужно было две точки. В таком случае мы давайте назовем вот эту точку, скажем, А нулевое, и, соответственно, все точки, которые будут появляться на этой прямой, будут называться А. А одну из этих точек будем называть Б нулевое. Отлично. И вот у нас возникает первый отрезок пути из А нулевого в Б нулевое. Теперь ставим ножку циркуля в эту точку. Вот эта точка будет называться А-кема. Это А-кема. Теперь ставим ножку циркуля сюда, и получается вот такая. Получается вот такая. После этого идем циркуля сюда, там где-то получается точка А вторая. После этого идем сюда, получается Б вторая. Потом идем куда-то сюда, получается А третья. Ребята, у меня действительно нет циркуля, я не могу это в состоянии сделать точно, да это и не важно. Что произойдет, если в какой-то момент случайно окажется под 90 градусов? Ну, на самом деле, что старше. Это просто будет означать, что или Б-шки совпадут с одним и тем же углом. Или А-шки совпадут. Процедуру дальше точно так же. Значит, вы играете. Как будет выглядеть последовательность точек А нулевое, Б нулевое, А первое, Б первое, А второе, А третье, А третье, А третье. Зациклится или не зациклится? Зависит ли это от угла между прямыми? Или это зависит от расстояния от начала координат до точки А нулевое? Или, может быть, это зависит и от угла, и от расстояния? То есть, процедуру я описал абсолютно четко. Каждый раз ножка цифры находится на одной из двух прямых, делаем засечку и берем ту точку, где мы еще не были. Заметьте, пожалуйста, в принципе, процедура эта может быть построена в отрицательности все равно тоже. То есть, Б минус первое, тут где-то у нас будет А минус первое, там, Б минус второе и так далее. Я могу выпустить ровно под таким же углом, вот эти углы работы, и отложить вот этот отрезок, Б нулевое, А первое, в точности сюда. Увидели? Вот эта точка, я отражаю симметричным. Давайте ее вот тут назовем А первое штык. Хорошо. А что происходит дальше? От точки А первое здесь был равнобедренный треугольник, правильно? Ну, замечательно, вот я остался. Был равнобедренный треугольник. Дальше он шел сюда. Ну, замечательно, сейчас, как он шел сюда. От точки Б первое, он шел примерно так, да? Вот этот треугольник надо симметрично отразить сюда. У меня не очень красиво получается. Значит, получается, а второй штык. Так, хорошо. Что будет дальше? Эти четыре точки. Дело в том, что как раз-то все, что пойдет дальше, уже, что называется, уже будет потом. А интересны нам эти четыре точки. Равнобедренный треугольник и симметричный ему равнобедренный треугольник. Вот эти две точки расположены на одном и том же состоянии отрешивания. И вот эти вот отрешивания тоже равны. И вот эти углы тоже равны. Так вот, я утверждаю, что если мы с вами посмотрим на такие точки, давайте я обозначу, x, y, z и o. Вот обратите внимание, не эта точка, а именно эта. z, y, x и o. То эти четыре точки, что делают? Лежат на одной окружности. Лежат на одной окружности. Сейчас нужно это показать. Попробуй сказать, кто знает, при каком условии точки лежат на одной окружности. Альфа плюс гамма равно бета плюс дельта равно чему? Это действительно альфа плюс гамма, бета плюс дельта, а и равно, и равно становаясь. Каким свойством обладают углы любого? Присуйте, посмотрите. Угол измеряется в чем? В градусе. Ура! Вы не безнадежны. Углы измеряют в градусе. Отлично. Значит, ответ должен быть, что у вписанного четвергого угольника сумма противоположных углов 180 градусов. Почему? Сумма углов треугольника равна 180 градусов? Сумма углов любого треугольника 180, совершенно верно. А где там треугольник? Непонятно. Чему равна сумма 360? 360, почему? Можно разрезать на два треугольника. У одного 180, у другого 180, до 180, плюс 180, вы знаете? Да. Отлично. Значит, сюда нужно ставить 7 гусих. Если мы знаем. Отлично. Значит, тебе нужно понять, почему сумма этих гуслов такая же, как сумма. Взять центр окружности и соединить с вашим. Тогда вот этот угол равен этому, потому что есть и радиус, и то это будет и другая. А вот этот будет что? Понимаете? Да. Так. А здесь? А здесь? Поняли? Замечательно. Теперь смотрите, получается, что когда вы берете угол альфа и угол гамма, они состоят из четырех дужек. Разных. Но. Разных. Одна дужка, две дужки, три дичьи. А когда вы берете и по-другому распределяете, то из тех же дужек сложились углы в этой гамме. Понятно? На самом деле это неправильное решение. Неправильное оно вот в какой-нибудь приятной причине. Случайно можно казаться, что четырехугольник расположен вот таким вот образом. Центр окружности может оказаться в нечетырехугольниках. Тогда придется рисовать однобедренные треугольники вот так. И тогда придется говорить, ребята, не о том, что угол разносится в сумму, а о том, что угол представлен в виде разности. Но на самом деле, если вы посмотрите, у меня будет то же самое. Давайте это сейчас аккуратно сделаем. Итак, я рисую вам, чтобы все было хорошо видно, значит, штучек такой. Я рисую вам четырехугольник такой. Центр окружности соединяю. И отмечаю такие углы. Вот одной кушкой отмечаю это. Двумя отмечаю, тремя отмечаю здесь. И, наконец, четырьмя отмечаю вот в этом треугольнике. Пусть здесь угол был альфа, пусть и здесь угол был гамма, здесь бета, а здесь треугольник. Господа, скажите мне, пожалуйста, понимаете ли вы, что угол альфа вверх и минус 1? Видите-то, как угол гамма состоит из таких двух, да? И вот, отлично. Теперь смотрим, из чего состоит бета. Как считаете? Из 2. Из чего? 2 дужки плюс 3 дужки, правильно? Хорошо. А из чего состоит f, да? 4 дужки минус 1. Ну, а теперь посмотрите, получилось или не получилось? Когда складываешь альфа и гамма, то 2 3 и 4 с плюсом, а 1 с минусом. Когда складываешь бета и дельта, то 2 3 и 4 с плюсом и 1 с минусом. Все? И вот так, в любом случае, у вписанного четвертый гольмника сумма величин углов противоположных, когда сложно изграции будут и то же сложно изграции. Хорошо, мы это сами доказали. На самом деле, и обратная теоремка, если у нас есть какой-то угол, и точка отошла, то в таком случае, вот посмотрите сюда, есть такая теорема о внешнем угле. Вот этот угол внешний для вот этого треугольника, и поэтому он равен сумме вот этих двух, значит, он на самом деле больше этого. Точно так же вот этот вот угол больше вот этого. То есть этот больше этого, этот больше этого, получается что вот такого угол больше такого. Так что при движении в эту сторону угол уменьшается, при движении внутреннего направления увеличивается. В общем, все хорошо. Необходимые и достаточные условия для того, чтобы четырехугольник выклыл вписан в окружность, это то, что сумма противоположных углов в столбе. Отлично. Отлично. Теперь возвращаемся к нашей задаче. Этот угол равен этому, потому что треугольник у нас обеден. Там должно быть две дужки. Равен этому. Там должно быть две дужки. Да, да, потому что у меня здесь одна, поэтому, да, вот они вот так вот должны быть. Отлично. И смотри, что происходит. Вот этот вот угол, это две дужки, а здесь это дополнение до 180 градусов. Вот если этот вот угол фи, то вот этот вот угол, это как раз 180 градусов. Значит, эти точки лежат на одной окружности. А вот теперь подумайте, пожалуйста. Если я эту картинку продолжу дальше, а нулевое, б нулевое, а первое, где-то там дальше у меня есть б первое. Вот такая вот такая вот. При разворачивании нашей картинки точки будут лежать на окружности. А теперь смотрите, что у нас будет. У нас будет дальше еще, потом пойдет еще. Ребята, у нас каждый раз отрезок строго одной и той же длины. Ну, я не знаю, как это понятно нарисовать. В общем, так вот. Это, 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 это все отрезки на одной и той же длины. На самом деле, задача прежде разворачивания превратилась в такую. Есть окружность, и по ней движется с одним и тем же шагом. Правда, вопрос, почему с одним и тем же шагом? А это и есть та самая теорема отписывания. Смотрите, вот этот, у нас же все, ребят, не тот же. А есть такая теорема. Если взять центр окружности, то вот этот угол будет ровно в два раза больше. То есть, если здесь была какая-то величина, то здесь будет ровно в два раза больше. Тут самая цена. Поэтому никакая теорема отписывания мне не важна. Да. Нам в конце концов, действительно, формально говоря, нам не так важно, что здесь в два раза. Ну, ребят, здесь по мне, извините, ученическая сущность, я не могу видеть перед собой школьников, которые пытаются диаветой и заниматься, и не знают теорема отписывания в угле. Просто это противоестественно. Хотя, да, действительно, нам в конце концов, в данном случае не важно, что эта пара отличается. Нам важно, чтобы все время один и тот же ответ. Так, ну давайте я тут прошу. На самом деле все легко. Если провести через центр, картинка вот такая, вот эти углы равны, вот это мнение угол фи, это мнение угол фи, а вот здесь угол будет два фи. Почему? Потому что сумма угол треугольника 180, а мы говорим, что теорема отписывания в угле отнесывания в угле. Так, в общем, какое правильно сказать? Не надо, в общем-то, доказывать теорему отписывания в угле. Но, заклинаю вас, придете домой, хотите в Википедию, хотите в школьный учебник, куда угодно, и про бабушку спросить, опять, у кого угодно. Смотрите, вашу картинку уже все доказывали. Как? Но ваша картинка вот фи, фи, два, фи уже все доказывали. Да, нет, конечно. Нет, потому что теорема отписывания бывает еще и в многих вариантах, а именно на... Там просто надо или в другой стороне дорисовать, либо вычесть. Я понимаю, когда вот так вот, представьте себе, вот центр обмужности здесь, надо доказать, что вот этот угол в два раза больше этого. Это дело из-за такого разрезателя, да? И еще есть в том... В этом случае надо просто прибавить фи плюс фи, а тут надо просто вычесть. В общем, ребята, разберем их дома. Вот надо вот такие, чтобы доказать. Я считаю, что мы уже можем сформулировать ответы в задачи отмешка. Когда вы движетесь такими вот отмешками по окружности, в каком случае произойдет зацикливание, а в каком случае не произойдет зацикливание? k делить на 2m умножить на пи. Ну, нельзя взять, почему здесь k, 2m. Мне неинтересно, сколько им на шагов будет. Ребята, важно то, что вот эта буга, она соизмерима со всей окружностью. Или не соизмерима. Что такое соизмеримое число? Представьте себе, что у вас угол альфа это 360 градусов, но, например, разделить на 7. Понимаете ли вы, сколько будет в таком случае 2? Потому что здесь полно, что шаги у нас по 2. 360. 360 умножить 1. За сколько шагов зацикливать? Конечно, за 7. Потому что 720 градусов – это то же самое, что ничего. Повернуться на 180 градусов – это значит оказаться строго в другом... Смотрел вперед, будешь смотреть назад. А вот повернуться на 1060 – это то же самое, что вообще не повернувшись. Повернуться на 720 – это то же самое, что ничего не повернувшись. Поняли эти? Да. Поняли. Отлично. Значит, всегда, когда у вас угол альфа... Кстати, не обязательно не напишите, что двигать на 7. Всегда, когда у вас угол альфа имеет вид 360 градусов умножить на какую-то дробь, где mn – это правильное число, то вы обнаруживаете, что удвоенную была 720 умножить на m3 на n, ну и, соответственно, за n шагов точно зацикливаемся. Все понятно? Да. Все понятно. Отлично. А теперь вопрос. А если здесь написать не m3 на n, а иррациональное число, которое нельзя записать в этот уровень, ну какой-нибудь курьерный ответ? Вот тогда, конечно, ни в коем случае не зацикливаться. Потому что зацикливаться – это значит, что выполнено такое равенство. 2 альфа – это угол, на который мы каждый раз поворачиваемся, умножить на n количество шагов, после которых мы зацикливались. Это есть 360 умножить на какое-то натуральное число. То есть вот это и есть условие того, что мы зацикливались после n шагов. Ну, соответственно, если не будет национальное число, то никогда не зацикливаемся. Ребята, обратите за вам внимание. От того, какое здесь было расстояние исходное, ничего не зависит. У нас просто чуть-чуть повернется вся тариктория. Ну, так и не тариктория здесь, в исходном угле, а такая развернутая. Отлично. Все. Вот это первое решение о двух стерстах. Так вот, его у Николая Борисовича Васильева в статье нет. Более абстрактное решение. При помощи композиции. Два решения лучше, чем одно. Две руки лучше, чем одна. Никакого разворачивания сейчас не будет. Мы проследим за последовательностью фехторов. Дальше. Б первое, А второе. А второе, Б второе. И последнее. Так. У меня почему-то надо сидеть дальше пойдет, потому что у меня есть наши бесконечности. Господа, а вот теперь очень важная история. На самом деле, они все получаются единообразно. Каждая стрелочка с предыдущей. Надо проследить. Давайте заедем к примеру. Б минус первое, А нулевое. И вот этот стерочек. Вот он есть равноведленный треугольник с вершинами. Б минус первое, Б нулевое, А нулевое. То понимаете ли вы, что вот эти вот две прямые под одинаковыми углами наклонены к равену? А теперь сделаем так. Все-таки, чтобы за стрелочками следить, их удобнее отложить от одной точки. Я вот этот вот вектор, Б минус первое, А нулевое, продлю на такое же состояние сюда. И, господа, в таком случае у меня здесь возникнет вот такая, насколько она для меня крайне важна, давайте-ка я ее нарисую еще раз. Это, да не собрать вопрос, но, как ни странно, ничего кроме этого в нашей задаче об лоте об этих замок прошла. Господа, всегда, когда у вас есть равноведленный треугольник, у него есть какая-то решина, там, А нулевое, есть вершина В нулевое, вершина В нулевое, вершина В минус первое, там, всегда вы можете сказать следующее, что симметричный треугольник тоже какой? Равноведленный, конечно. А раз симметричный треугольник равноведленный, то бисектриса этого угла как расположена по отношению к основанию? В нулевое, правильно? Таким образом, если вы следите за стрелочкой В минус первое, А нулевое, или то же самое вот за этой стрелочкой, да, вот я стою, то, когда вы делаете симметрю относительно этой прямой, вот эта вот стрелка переходит в... Господа, а теперь внимание, как эта прямая выглядит у нас на картине? Давайте, пожалуйста. Это же вот такая прямая, правда? Она параллельна вот этой прямой. Александр Селевич, а может, я бы просто взять, сказать, что отразим треугольник В минус первое, А ноль, В ноль, относительно одной из прямых, ну видно, который В минус первое бно, и сказать, что там просто возникает рома. Да, возникает рома, да, конечно. Мне кажется, что уже проще, как бы на уголь, я уже неделико не сталый по простоте, правда? Главное в этом треугольник, и вот так. Но если угодно, конечно, да, можно было снизу дорисовать после треугольника. Я дорисую еще и снизу. Вот эта стрелочка, это то же самое, что вот эта стрелочка. А вот эта стрелочка, это то же самое, что есть. А теперь внимание, что же такое переход от этой стрелочке? Это симметрия относительно такой трех. Правда? Хорошо. А теперь разберите, пожалуйста, вот этот переход от стрелочки А0 В0 к вектору В0 А1. Что будет тут? Мы только что разбирались с таким переходом, а теперь переход какой? Да очень просто. Здесь тоже равновесные теоретики. И тут есть прямая параллельная прямой А. И тебе поняли? Значит, когда мы здесь делали переход, это была симметрия относительно прямой ОВ. А здесь относительно прямой ОА. Догадайте, что будет здесь? ОВ. ОВ. А что будет дальше? ОА. ОА. И так до бесконечности. Получается, что задача А0 церкви – это то же самое, что такая замечательная задача. Вы берете две и мы, пересекающиеся под углом А0. И начинаете под окружность переворачивать то относительно одной, то относительно другой. Значит, если мы с вами решим такую задачу, узнаем, что происходит при композиции, то мы полностью поймем все на картинге. Что бывает, когда какой-то вектор отразили относительно одной прямой, а потом относительно другой. То есть у нас композиция – сначала относительно прямой ОВ, потом относительно прямой ОА. Я беру, то есть две прямые, пересекающиеся в ЦН диагноз. Беру некоторую точку, например, вот здесь. Вот у меня был вектор. Господа, надеюсь, так будет понятно. Итак, есть некоторый вектор. Мы его подвергли всемертии. Он перешел сюда. Это понятно или нет? Вот она одна нужда. Это замечательно. Теперь вот этот вектор мы еще раз подвергли всемертием. Вот здесь вот две двушки, вот здесь две двушки. И что будет теперь? Угол 2А. Угол 2А. Совершенно верно. Почему 2А? Потому что когда вы смотрите на углу БОА, он состоит из вот этих углов. А угол между исходным вектором и полученным – это на самом деле два таких и два таких. Понятно ли? Хорошо. Но вы скажете, что могло быть по-другому. Например, наш вектор мог быть здесь. Ну, ответ такой. На самом деле, если у нас здесь сдвинулось на 2А, то про любую другую точку мы на самом деле знаем, что она тоже сдвинулась на 2А. Почему? Потому что, смотрите, если у меня было сдвинулось здесь, на некоторых состояниях, то тогда при осевой симметрии будет такой же сдвинулась в другую сторону. А при второй осевой симметрии он вернется опять в другую сторону. Поэтому если одна точка сдвинулась, нам фактически нужно следить за одной точкой. Между прочим, легче всего было бы даже проявить не ту точку, которую я взял, а вот прямо на пересечении. Потому что тогда при первой симметрии остается на месте, а при второй отражается и сдвигается на 2А. Ну, соответственно. Композиция двух осевой симметрии, которых оси пересекаются под некоторым углом А, это поворот вокруг точных пересечения на угол 2А. Ну, вот и все. Собственно, получается, что многократное применение, это будет поворот на угол 2А умножить на то, сколько раз мы это сделали. Да? 2Аn. Где n раз сколько мы вернули. Чтобы мы вернулись в исходную точку, нужно, чтобы 2Аn равнялась в 204 градус в нужном какой-то нейтральничном уровне. 惜м. Симметика